добро пожаловать в новый видео урок меня зовут александр владимиров школа logic про help подписывайтесь на наш youtube канал и смотрите полезные видео уроки сейчас мы разберем такую тему как создать бочку с нуля на самом деле когда музыканты продюсеры электронные продюсеры пишут музыку то почти всегда используют готовые сэмплы для бочки но мы с вами попытаемся пойти сложным путем но у этого есть один большой плюс у нашего сложного пути когда вы научитесь сами создавать бочку пускай даже там не супер вов звучащую вы глубоко поймете эту анатомию бочки поймете из чего она состоит и вы будете лучше подбирать те самые сэмплы для своего будущего трека вы будете слышать бочку не просто как какой-то удар а более детально понимать из чего она состоит и во все такие вот именно нюансы этого сэмпла вы начнете вникать и также есть отдельный синтезатор скажем так бочки от компании sonic academy sonic academy kick он называется можно использовать его в принципе там получается достаточно неплохие бочки но я специально взял синтезатор serum просто для того чтобы not прям на обычном синте попытаться накрутить kick и так я уже расставил миди и у нас тут и тела из присед где просто обычная такая жужжащая пила это конечно совсем не похоже на бочку поэтому что мы делаем мы меняем ее на синусоиду здесь мы заходим в выбор форм волны и берем аналог bd sin просто обычная синусоида синусоида есть в любом синтезаторе опять же можно использовать любой другой сейчас уже что-то более похожее но немного не то давайте сделаем пониже на октаву даже может быть на 2 да уже получается что-то более похожее на хотя бы низкочастотное дальше мы меняем adsr q этот envelope так чтобы сэмпл был короткий но у нас же все-таки kick вот уже больше похоже но есть еще один маленький нюанс мы должны взять еще один adsr очень очень короткий прям очень короткий и повесить его вот сюда вот здесь мы делаем кратно 12 но например давайте 12 сделаем и мы получаем бочку давайте сделаем громче если вдруг вам не слышно здесь я рекомендую поставить одинаковые значения 44 миллисекунды здесь ну и здесь тоже чтобы все как было синхронно а вообще отлично да у нас есть бочка вообще любая бочка она состоит из двух таких основных частей то низкочастотная составляющая собственно вот она мы можем также менять ноту ну например здесь у меня нота доната цену я могу например поставить другую ноту которая мне больше нравится ну так не очень так низковато вот как-то на ноте вот на ноте рэ мне нравится на ноте д и и что дальше как я уже сказал у бочки есть низкочастотная составляющая у любой бочки есть высокочастотный клик доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене и так называемый щелчок вот этот щелчок практически наверняка берется из различных сэмплов как правило это может быть какой-то перкуссионный звук или какой-то даже хай-хэт возможно и так далее то есть если низкочастотную составляющую бочки мы почти всегда можем накрутить то вот высокочастотную составляющую мы обычно берем из сэмплов мы здесь будем применять noise осциллятор где у нас могут быть загружены различные сэмплы но некоторые сэмплы здесь уже есть и заметьте attacks kick это как раз таки вот этот клик или атака для бочки кроме того если вы даже будете использовать специализированные синтезаторы наподобие у тех что я говорил там sonic academy kick как раз низкочастотную составляющую вы сможете более там глубоко и детально накрутить и откалибровать внутри самого плагина а вот именно высокочастотный этот клик все равно там берется из сэмплов это нормальная история при этом мы слышим такую штуку что звук ну как-то звучит странно так не должно быть дело в том что здесь необходимо вот этот активировать параметр который заставляет звук звучать всего-навсего один раз то есть если он у вас выключен то звук как бы сам себя повторяет если вы нажмете вот сюда то луп выключается и вы мы будем слышать так называемый как бы one shot собственно здесь вот даже подсказка вываливается enable one shot мод а уже что-то похожее делаем погромче здесь мы можем поменять фазу например эта точка старта этого сэмпла то есть иными словами у нас будет сэмпл либо самого начала проигрываться либо чуть-чуть запозданием потому что мне не очень нравится что они как будто не синхронно звучат давайте послушаем другие варианты чтобы долго не выбирать потому что это можно делать очень очень долго давайте возьмем второй вариант он мне более-менее устраивает да вот так вот мне нравится то есть на 3 секунда 3 процентах у нас как бы более-менее синхронно звучит и нет этого ощущения на какого такого странного что как будто они звучат не вместе по а чеха мы это не сильно видим да этот щелчок этот клик но опять же здесь можно менять пич высоту как вам нужно я оставлю по дефолту и дальше что еще можно сделать очень хорошо добавить дисторшна потому что если мы делаем бочку сами то почти наверняка нам нужен какой-то дисторшен но только не hyperdimension а вот именно дисторшн какой-то сатуратор и мы получаем вот эту типичную такую бочку но даже частично бегрумов ску если мы сделаем прям помощней мы получим вообще какой-то хард стайл вот вам пожалуйста вы понимаете уже как вот такие бочки создаются оказывается просто с дисторшеном очень прикольно очень хорошо на самом деле мне нравится хард клип я сейчас делаю чутка потише так уже немного перегрузу так вполне себе нормально и я бы сделал бочку еще немного покороче она на мой слух длинная и можно ну там при желании допустим попытаться немного добавить щелчок но его не сильно много но эквализация можно попытаться это сделать принципе все мы уже получили неплохую бочку которую даже можно использовать в треке и самое главное мы понимаем анатомию этого самого кика как он создается и теперь при выборе например сэмплов или при там лейлинге бочки и так далее мы будем более глубоко понимать все нюансы этого самого звука на этом все с вами был александр владимиров школа logic pro help пока